Центр города вот туда прямо, практически до него до шеи. Припарковался я здесь рядышком. Это Олея Славы, это наши герои. Герои не только одного города, но и целой страны. Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Всем привет! Вы на канале Юг России. Сегодня я в Благодарном. Эта речка называется Полевую сторону от речки, парк. Здесь прохладно, плюс 8-9 градусов. Солнца нет, оно затучено, пасмурно. Вот такая красивая речка, такая оккультуренная набережная. Это центр города. Вижу, что когда здесь тепло, проходит масса мероприятий. Вот сами смотрите. Для детей куча всего горки, аттракционы, чёртово колесо. Как в каждом небольшом городе. Вот смотрите, как для деток сделали. Видно, детям здесь нравится. Травы практически нет, всё вытоптали. А это знаете кто? Это журавль. Это на счастье. Смотрите, какой красивый белый, без подпалов. О, это, наверное, излюбленное место макаронав. Такая арка, мостик. Едет фотографироваться. Я думаю, что по этому мосту проходили рыцари, проезжали повозки. Асфальт с виду в советских времён здесь лежит. Никто ничего не менял. Зато речка, смотрите, как красиво смотрится. Это сразу видно здание администрации. Памятник Ленина. Ёлочки. Одни из самых ухоженных зданий в городе. Вот смотрите, какой Ленин. Полный рост. На подиуме стоит. Вон, смотрите, как в администрации все будут укладывать брусчаточкой. Уже частично уложили. Но отдел ЗАГСа. Правильно, все в одном месте, чтобы далеко не ходить. Вот такой маленький ЗАГС местный. Здание администрации. Дома-то видно, что дома очень старые. На расстанование города, конечно, ни одного дома не осталось. Но какой-то город, дома, где-то сто точно есть. Но школьников напрягли. И не только школьников. Смотрите, это был вот такой двухэтажный дом. И как его красиво облагородили. Могут же, когда деньги есть. А вот памятник нашим бойцам, ребята. Вечный огонь. Сейчас сюда зайду, посмотрю. Ну вот прям встил весь центр. Даже не знаю, что еще показать. Ждем зеленый. Видите, пустофоры модные стоят, современные. Зеленый свет. Приходим в дорогу. Да, зеленый. Прямо вечный огонь, цветы у мемориала. Сегодня погода очень грустная. Вот смотрите, частный сектор, одноэтажные домики. Кстати, обратите внимание, что на юге дома строят очень высоко. То ли это из-за того, что бывали подпопления. Но микрозаймы в Уфаске. Куда же без них в любом городе. Когда же их, интересно, закроют на государственном уровне. Вот смотрите, такие деревья. Все зелененькое. Газоны, конечно, в городе такие. Что выросло, то выросло. Это одна из центральных улиц. Мир бытовой техники. По границе тучи ходят к муру. Край сровый тишиной объят. У высоких берегов амура. Часовые родины стоят. Четыду к вокзалу. Вот это же белорусская косметика. Добралась до Благодарного. Вот такие построечки. Грязненько. Когда тепло, конечно, все поярче будет. Там безумие собаки носятся. Здесь я посмотрел, это либо одноэтажные очень старые дома. Лет под 100 каждый. И вот такие советские постройки. Очень много их. Автовокзал. Такой совсем небольшой. Население здесь раньше было около 30 тысяч. Сейчас, полагаю, на порядок меньше. Ставрополь здесь недалеко. Поэтому, я думаю, что многие туда поезжали. Кстати, обратите внимание, какие здесь скаты крыши. Когда ездишь по всей России, по крышам видно, в каждом регионе там какая-то идет своя особенность. Количество окон, ширина этих окон, высота от пола. О, какая красивая лейка впереди. Слева жуткое здание. Интересно, что это. Больница. Ущерка была. Ощущение, что давно заброшено. А это техника. Похоже, в советских приносках ничего не переделывалось. Вот так все это выглядит. Разбитый асфальт. Белые бутербурчики. Чем-то даже надо не скучать по-моему. Вот так все. Кстати, вот эти почки только начали набухать. Только-только-только здесь кушали. Неделька-две, если будет хорошая погода, все деревья будут влезти. Да, это получается огромная территория техникума. Я так полагаю, здесь ребята и учатся, и живут. Здравствуйте. Вид, конечно, не с больших улиц. Такой удручающий. Представляете, идет здесь темно. А вот фонарик, кстати, здесь должен быть свет. А тут такой лес. Приятный. А если здесь была торговля, сейчас все закрыто. Не знаю, парк местный, наверное. Среду, конечно, это просто умершее место. Смотрите, это асфальтная дорога, тротуар, так, наверное, назад, для пешеходов. И она еще, наверное, умерла в Советском Союзе. Больше никто ничего не делал. Ну, трава здесь, знаете, такая обычная. Деревья тоже неухоженные. Никто их не стрижет. Вот, кстати, впереди двухэтажное здание детского садика. Много качель, горчих, он все ярко так. Ну, детский сад. Смотрите, ничего себе здесь было, деток сколько. Два больших двухэтажных корпуса. Такая вся территория, ухоженность, мусор, грязь, газ зато есть. Так, это у нас остановка. Без комментариев, ребят. О, грибки. Помню, в советское время таких было очень много. Помните эти шины, которые красили во всех дворах? Советские горки, качельки. Вот он, островок советского счастья. Так, смотрите, это все выглядит. Памятник, где мы были. Это когда шел и не дошел. Хотел вот дойти даже до вокзала. Мне сказали, что он здесь в конце. Но вот его здесь нет. Дальше даже идти никуда не хочется. Я пойду обратно. Мне тут подсказали, где музей. Вот сейчас идут в музей. Смотрите, какое старое красивое здание. Смотрите, еще один старый дом. Какой красивый фасад. Тоже слепненный. Да, историко-кровейческий музей. И находился штаб Смольной дивизии. О, привет, друг. Смотрите, какой малыш. Забрал бы я тебя. Но у меня уже есть собачка. Да. Ласковый какой, хороший пищник. В воскресенье, понедельник, выходной. Ну, елки-палки. Ну, не судьба. Сходить сегодня в музей. Смотрите, какая у него территория. Ухожено все. Все там в елочках. Ладно. Пойдем к машине. Я был вот там, в парке. Сейчас мы на пересечении проспекта Ленина. Еще какой-то улица. Вот здесь там и торговый комплекс. Так, где смотрите и продукты, и сотовая техника, сотовые телефоны. Торговый комплекс больше на крытый рынок похож. По левую и правую руку идут магазины, продукты. Вкусно все очень пахнет. Золото. Так, здесь у нас павильоны пошли сумками. Одежда. Электрика. Фикс-прайс впереди. Часы. Игрушки детские. Канцелерия. Экспрайс. Смотрите, какой большой. Канцелерия. Канцелерия. Аптека. Магазин по доступным ценам. Такой торговый комплекс, ребята. Приехал благодарный. Остановился в такой гостинице. Кристалл Делюкс отель. Вот он, вход в гостиницу. Что мне понравилось, я здесь уже останавливался, это тепло и недорого. Вот такой коридор. По левую сторону идут номера. Окна из номеров, соответственно, выходят в коридор. В коридоре есть стулья и столы, где можно посидеть, передохнуть. Третий номер. Открываем дверь. Здесь очень-очень тепло. Номер, наверное, метров 15 квадратных. Он полностью квадратный. Соседей здесь не слышно. Стенки здесь либо блок, либо кирпич. Зеркало, холодильник, телевизор с приставкой кучи каналов. В номерах не курят. Поэтому можно в коридорчике покурить. Есть шкаф. Соответственно, здесь есть чайник. Есть стаканчики. Всегда можно у администратора попросить о ложке, вилке, если вдруг что-то с собой забыли. Полотенце. Вот такое белье. Да, все простенько. Но это недорогой отель. Что перед ночевать? В смысле не вижу переплачивать. Это ванная комната. Она очень большая. Соответственно, раковина. Горячая, холодная вода есть. С напором здесь все в порядке. Раньше здесь было жидкое мыло. Сейчас смотрю, вот уже начнем. Я уже распаковал. Наборы с там зумой почистить. Такая всякая фигня шарфончики. И, соответственно, сама душевая отопинка. А вот это все, это трубоотопление. Поэтому здесь очень-очень тепло. Никогда не заметно. Вот такой, в принципе, интересный отель. Редактор субтитров А.Семкин